прошла на ура. До начала основной части праздника всех ждал своеобразный разогрев. Его апофеозом стала забавная гонка представителей шоу-бизнеса. В таком виде звезд нашей эстрады никто, пожалуй, не видел. Скотника, там Семенович со зверем там на лыжах. Было смешно. Ну а после торжественной церемонии открытия начались настоящие соревнования. Первый в программе женский масс-старт. В гонке принимало участие 10 спортсменок, две из которых представляли Россию – Ольга Зайцева и Светлана Слепцова. После одного промаха на первом огневом рубеже Слепцова больше ошибок не допускала и большую часть гонки шла лидером. Как результат, к финишу Светлана пришла первой. Выигрывать шоу-гонки Слепцова уже привыкла. Две недели назад триумф в Гельзенкирхене и вот Москва. Здесь намного лучше, потому что это разные стены, это дома и тут просто организация прекрасно, все намного лучше. Получился очень хорошие праздники, все получили удовольствие. Я надеюсь, что это каждый год будут проводить, потому что это очень круто, собрать столько народу. Затем на уже хорошо укатанную трассу вышли мужчины. В списке стартующих ни много ни мало первые три строчки общего зачета Кубка мира – Тарьо Бе, Эмиль Свенсен и Мартен Фуркат. Приглашение топовых биатлонистов – большой успех организаторов и удача для болельщиков. Россию представляли Иван Черезов, Евгений Устюгов и Антон Шипулин. Гонку выиграл норвежец Тарьо Бе, который весь день пребывал в отличном расположении духа. Лучший из россиян – Иван Черезов четвертый. После мужского масс-старта последовал полчасовой перерыв, на который был запланирован концерт тех самых звезд, кто ранее пробовал себя на лыжне. Тем временем в технической зоне участники праздника готовились к смешанной эстафете. Каждый по-своему. Кто-то отдыхал, кто-то разминался, ну а кто-то перекусывал. В целом настроение было далеким от соревновательного. Но вот кому нет разницы – этап Кубка мира или шоу-гонка, так это техническому персоналу. Пары смешанной эстафеты формировали сами участники. Женщины по очереди выбирали себе партнеров. Победители женского и мужского масс-стартов – Слепцовы и Бео – бежали вместе, однако стали только пятыми. Выиграла же эстафету французская пара – Мари Дорен и Мартен Фуркат. Вторые – Ольга Зайцева и Иван Черезов. Церемония награждения и царящее на ней веселье стали логичным завершением биатлонного праздника. Москва доказала – этот вид спорта здесь любят и понимают. Смотрите, какая дисциплина на публике. Наверное, потому что биатлон – самый серьезный вид спорта со стрельбой, с оружием. То есть все дисциплинировано. И мне очень важно констатировать, что весь тайминг был выполнен до минуты. Все начиналось ровно во столько, во сколько было спланировано. Забитый под завязку олимпийский, счастливые лица болельщиков и участников гонки стали достойным завершением биатлонного сезона. Александр Абрамов, Павел Мейер и Родион Белецкий. Вести.